От коронавирусной инфекции умерла 85-летняя жительница Сегежи, имевшая хронические заболевания. За прошедшие сутки в Карелии 30 новых заболевших и 47 выздоровевших. Больницы и поликлиники Карелии получат 9 новых спиральных компьютерных томографов. 6 из них приобретены в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ещё 3 аппарата закупят по национальному проекту здравоохранения. До 10 августа на сайте startup.karelia.ru принимаются заявки на участие в конкурсе инновационных идей по развитию Карелии. Победители получат гранты на развитие проектов по 100 тысяч рублей, а абсолютный лидер – 200 тысяч. Мэр Сартовал и Сергей Крупин восстановлен в должности. Сартовальский городской суд отменил решение местного курсовета об отставке главы муниципального образования, признав его незаконным. В первом номере австрийской арт-газеты Weather Report опубликованы эко-сказки школьницы с Петрозаводска. Оригинальные произведения Софьи Кожевниковой и Дарьи Сергушкиной «Марсиане и монолог листа» напечатаны на русском и немецком. Прокуратура обратилась к жителям Карелии с предупреждением о незаконности проведения массовых несогласованных мероприятий. Ведомство обеспокоено тем, что через соцсети жители Карелии призывают к участию в пикете против строительства в парке Каменный Бор. Очередной рейс сбор мобиля пройдет в это воскресенье. Жители Петрозаводска могут сдать вторсырье в 23 точках города. С графиком стоянок сбор мобиля и видами принимаемого вторсырья можно ознакомиться на странице сбор мобиль ПТЗ ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин